МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого караганинского новости. Здравствуйте. В студии Яна Ишелкарбек. Сегодня в выпуске. Тайный клиент и открытая инспекция. Деятельность государственных органов под тотальным общественным контролем. С рабочей поездкой в караганинской области побывал директор департамента госуслуг. Недовольный решением истец ранил себя ножом в здании суда Жесказгана. Врачи сообщают, что раны поверхностные, угрозы жизни нет. В Караганде стартовал отборочный тур чемпионата среди воспитанников детских домов. Пять команд будут бороться за путевку на республиканское соревнование, где победившие поедут на базу английского футбольного клуба «Челси». По результатам проверок с начала года в Казахстане 55 должностных лица привлечены к административной ответственности. Таковы данные, озвученные директором департамента государственных услуг агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. 17 мая столичный чиновник побывал в Караганде. Он провел встречи с госслужащими, а также посетил Центры по обслуживанию населения. В деле борьбы с коррупцией Казахстан перенял самый передовой опыт других стран. Разработано новое антикоррупционное законодательство. Вот лишь некоторые задачи, поставленные перед обществом. Внедрение прозрачности и подотчетности государства. Повышение антикоррупционной культуры граждан. Налаживание контакта между госорганами и гражданским обществом. Обо всем об этом говорил директор департамента госуслуг агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Адельбек Мукашев. Столичный гость посетил сразу несколько учреждений Караганды. Особая встреча прошла в Академии МВД. За последние годы значительно снижена годовая коррупция. Сокращены административные барьеры. Вышено качество оказания государственных услуг. В рамках создания профессионально-непрестижных госаппарата государственная служба пришла на карьерную модель соблюдения принципа библиотекратии и открытого конкурса. С учетом послания президента агентством проводится форсивная работа по проработке перевода услуг в электронный формат. И конкуренту сведу как главного фактора нивелирования бытовой коррупции. Директор департамента Мукашев также посетил Центр обслуживания населения, где встретился с персоналом. По его словам, в государственных учреждениях имеются вопросы, требующие решения. Но в целом антикоррупционная кампания в Карагандинской области проводится на должном уровне. Проблемным моментом является то, что в целом нужно интегрировать информационную систему, чтобы услугодатель при оказании государственных услуг видел все сведения о лицее. Чтобы не было излишних получения справок, поскольку нами анализ показал, что порядка свыше 20 миллионов – это получение одноразовых справок. То есть 25% госуслуг, оказанных в Казахстане в 2016 году, это получение одноразовых справок. Чтобы это исключить, чтобы человек пришел, не ходил в другие государственные органы с справками, чтобы он получал все сведения в одном месте. Визит столичного гостя – это так называемая открытая проверка работы госорганов. Но есть еще и скрытая проверка с помощью тайного клиента. Этот опыт агентство по делам госслужбы применяет пока только в Астане, но планирует расширить географию. И в любом случае каждый гражданин может указать на недостатки деятельности любого государственного учреждения. Депутаты Сената парламента исследуют жизнь и положение заключенных в Карагандинской области. В шахтерской столице состоялось выездное заседание по вопросу применения Уголовно-исполнительного кодекса. В последние годы Казахстан взял курс на гуманизацию уголовного законодательства. Это коснулось и Уголовно-исполнительного кодекса страны. Многие заключенные получили возможность освободиться условно-досрочно. Насколько новые нормы Уголовно-исполнительного кодекса соблюдаются в исправительных учреждениях Карагандинской области, а также какие коррективы необходимо внести в законодательство. Этими вопросами задались члены парламентской комиссии. Я полагаю, что последний исправительный кодекс много новшеств принес. Мы изучали опыт периодовых стран, развитых демократических государств. Ну и теперь надо нам знать, к чему мы пришли и что нам дальше делать. Вот самая большая задача. В рамках выездного заседания были обсуждены тенденции, проблемы и перспективы дальнейшего совершенствования исполнения положений действующего кодекса. Не меньшее внимание уделено вопросам повышения ресоциализации осужденных и освобожденных из мест лишения свободы. О мероприятиях, проводимых в нашем регионе, доложил заместитель Акима области. В работе выездного заседания приняли участие руководители. Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерство внутренних дел, начальники исправительных учреждений, ученые-правоведы и другие заинтересованные лица. После заседания члены комитета по конституционному законодательству посетили одно из исправительных учреждений Карагандинской области. Андрей Тенджик, слуг Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Шахтер, уволенный из крупной казахстанской корпорации, нанес себе ножевые ранения. Все произошло в здании городского суда Жасказгана. Мужчина в знак несогласия с решением суда в пользу его бывшего работодателя корпорации «Казахмаз» решил наложить на себя руки. Уволенный за нарушение трудовой дисциплины Жамбул Атоспанов не согласен с решением суда второй инстанции. В суде первой инстанции он требовал восстановить на прежней работе и взыскать с работодателя заработную плату за время вынужденного прогулы и возмещения морального вреда. Суд первой инстанции в Жасказгане вынес решение в его пользу. А вот операцию в областном суде он проиграл. В знак несогласия он пришел в суд. Требуя встречи с председателем Жасказганского суда, нанес себе ножевые ранения в область живота. В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пациент поступил с колотыми ножевыми ранениями. Сейчас находится в центральной городской больнице Жасказгана. Рана не проникающая, состояние стабильное. На просьбу председателя суда бросить нож гражданин не отреагировал, но объяснил причину, что не согласен с восстановлением Карагандинского областного суда об отмене решения Жасказганского городского суда о восстановлении его на работе. Позже человек стал требовать вызова Акима города Жасказган, начальника КМВ, представителя партии Нуратан. На просьбу заместителя прокурора города и сотрудников ОВД бросить нож и поговорить, а также оказать ему медицинскую помощь, он категорически отказывался. Делал себя неадекватно. Требовал не подходить к нему близко. По прибытию сотрудников СОБР его обезоружили и убежали на машине скорой помощи. И еще о происшествии. На обувной фабрике Караганды произошел пожар. На место возгорания немедленно прибыли пожарные. К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. 17 мая примерно к 8 часам вечера диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на обувной фабрике, которая находится по адресу Ержанова, 18. На место происшествия незамедлительно выдвинулись работники противопожарной службы. В ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 70 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется, сообщили пресс-службе. По прибытию на место возгорания было установлено, что произошло горение деревянной обрешетки на крыше здания. Горение произошло на площади 750 квадратных метров. Принятыми мерами в 23.31 пожар был локализован, а 23.43 уже ликвидировано. В тушении пожара было задействовано 16 единиц техники и 70 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в Дочевец-Карагандинской области. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Карагандинские студенты устроили настоящую битву разума. В Доме профсоюзов состоялся конкурс научных проектов. Студенты должны были не только провести научные изыскания, но и творчески подать их со сцены. Перед участниками поставили непростую задачу – рассказать о своих работах понятным языком. Как это было, расскажет Фариза Улбаева. Международный проект распространения науки зародился в Германии. Конкурс уже активно проводится в соседней России, а вот у нас только набирает популярность. Его цель – разрушить сложившийся стереотип, что заниматься наукой скучно и неинтересно. В конкурсе приняли участие 14 участников из местных университетов. Все они боролись за титул самого остроумного ученого. За 10 минут конкурсанты должны были заинтересовать жюри своими инновациями в энергетике или, например, в социологии. Сегодня участвуют студенты, которые занимаются активно научными исследованиями, имеют свои собственные работы, достижения в научной сфере. И сегодня они встретятся в так называемой «битве молодых ученых». Этот проект является международным, реализуется по всей Европе. Также был реализован в Казахстане и в Алмате фондом первого президента. И сегодня проект пришел в Караганду. Условий отбора было немного. Главное – собственное исследование. Всего таких мыслителей в Караганде оказалось 30, но отобрали только 14 лучших работ. Среди лучших Константин Ким, студент 2-го курса экономического университета, представлял виртуальную 3D-примерочную. Над инновационным проектом работали три студента. Сама работа ранее была представлена на республиканском конкурсе научных работ. Он является абсолютно инновационным. То есть в Казахстане аналогов таких не существует, не предоставляется. В мире есть такие аналоги, но при этом они не могут предоставлять данную услугу в том качестве и в том виде, в котором мы можем предоставить мы. То есть, соответственно, в нашем проекте учитывается абсолютно все, вплоть до особенностей человека. Радужка глаз, то есть это прическа, это форма строения. То есть нет какой-то плоской модели. Молодые исследователи-конкурсанты выступали как в гуманитарном, так и в техническом, естественно, научном направлении. Кроме защиты проектов, научные открыватели стали свидетелями зрелищного шоу научного центра «Открывашка», продемонстрировавшее яркие и занимательные эксперименты. Конечно, можно было и вот так, но получилось что-то нет. Готово? Ребята, поддержите. Главным гостем шоу стал Алдиар Бажбанов. 14-летний вундеркинд из Караганды будет представлять свое открытие на международной выставке «Экспо» в Астане. Он изобрел необычное зарядное устройство, работающее при помощи мускульной силы. Алдиар рассказал и показал, как можно реанимировать разрезившуюся сотку в любом месте в любое время. Для разработанного им уникального устройства не нужны электрические розетки. Она работает по принципу превращения механической энергии в электрическую. Кроме того, у Алдиара много и других проектов, таких как полный безотходный технологический цикл по энергоэффективности и энергосбережению Караганды. Алдиар показал и даже поделился секретами своих разработок с другими участниками шоу. На выставке, наверное, я представлю свои две работы. Первая – это универсальное мобильное зарядное устройство. Вторая – это экологически чистоэкономная установка, генерирующая электроэнергию из воды. И все это происходит в полный технологический цикл закрытого типа. Эти проекты я буду представлять на выставке. Зрительный зал оценил спикеров аплодисментами, а итоговое решение принималось компетентным жюри из профессорско-преподавательского состава технического вуза города. Наука в молодежной среде не только существует, она активно развивается. Сегодня это доказал Science Slam. Отныне битва молодых исследователей станет ежегодной. Фариза Улбайва, Тулеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Форум ко дню тюркской письменности прошел в Караганде. В нашей стране этот день отмечается с 2014 года. Гости традиционного форума приняли участие в мастер-классе по рунической письменности. Смогли подчеркнуть много полезного из художественного фильма о древней эпохе и приобрести эксклюзивные этнические изделия местных мастеров прикладного искусства. В 552 году встроенные ряды тюркской кавалерии, закованные в железные латы, атаковали ставку аварского хана. Форум ко дню тюркской письменности в Караганде ежегодно организовывает Международный общественный фонд «Наследие кочевой цивилизации» совместно с Карагандинским государственным техническим университетом при поддержке областных этнокультурных объединений. Основные задачи форума – поднятие патриотизма и культуры у студентов. Мы решили сегодня поучаствовать, немного рассказать о истории происхождения тюркок Ахасрас, как они попали на территорию нашей республики Казахстан, рассказать молодежи, как казахский народ, казахская земля приняла их и как помогла выжить и сохранить свои обычаи и традиции. Организатора форума движет вперед программа президента страны о третьей модернизации. Они считают, что каждый человек должен знать историю родной земли и малой родины, интересоваться культурой и бытом других народностей. А подобные мероприятия дают возможность молодому поколению узнать больше о многонациональной стране. Мы собрали тут историков, лингвистов, которые детально покажут их, фактически расскажут докладами о том, что на территории Казахстана с древнейших времен у нас был центр многоконфессиональности, многонациональности, дружбы и согласия. Форум продолжился научно-практической конференцией, в котором приняли участие историки, тюркологи и студенты. Но в завершении была представлена выставка мастеров прикладного искусства. Основной темой выставки стал восточный колорит. Восточные узоры самые красивые, а из восточных узоров казахские орнаменты самые красивые. И они все время у нас в мельхиоре или в серебре. То есть разглядеть, особенно сдалека, очень сложно все эти завиточки. И мы поэтому решили их немножко увеличить. И что любит носить женщина? Это, конечно, украшения. Но когда они еще из дерева, это очень тепло. И поэтому, когда мы начали увеличивать узоры, то получилась такая красота, что мы сами теперь с удовольствием это все носим. И стали предлагать всем нашим модницам, чтобы они тоже носили эти украшения. Напомним, что по решению парламента Республики Казахстан 18 мая – день тюркской письменности. Он был утвержден правительством страны в 2014 году. Эта дата заняла почетное место в ряду особо значимых праздников Казахстана. Айнур Нурмангалиева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Крагандинский. Дар музею. Под таким названием сотрудники областного историка Краеведческого музея провели акцию, посвященную Международному дню музеев. Каждый желающий мог принести в дар экспонаты. Помимо этого участников акции ждали игры, викторины и экскурсии по передвижным выставкам. Первый подарок музею сделала Инна Гульжангабулова. Это миксер, которым пользовалась старшее поколение. Инна Гуль заявила, что лучшее место для миксера будет в музее, чем дома. Чтобы молодежь видела и знала, чем пользовались наши бабушки. Также Инна Гульжангабулова подарила музеи молочницу и будильник. Я узнала об этой акции. Эта акция была широко информирована всеми. Об этой акции я узнала со школы. Висело объявление в школе, что проводится такая акция «Дар музею». И решила преподнести биксер, который передался из поколений в поколение, наверное, перешел. Он новый, мы даже ими не пользовались. Сейчас уже время другое. Новые технологии, новая бытовая техника. Поэтому я думаю, что это будет интересно. В рамках акции участникам помладше провели игры и викторины. Семиклассница Аэлла Мсакенова пришла на уличную выставку вместе со своими одноклассниками. Участвовала в играх и выиграла билеты. Девочка призналась, что выставка очень интересная. Она узнала много нового. Я пришла с восьмой школы с одноклассниками. Здесь очень интересно и познавательно. Я узнала много нового. Также я участвовала на викторине и выиграла билет в музей. Ежегодно в честь Международного дня музея областной историко-краеведческий музей проводит различные акции, игры и викторины. Вместо традиционной ночи музея в этом году сотрудники решили провести сбор экспонатов для пополнения коллекции. Мы принимаем старинные вещи, это предметы быта, старинные книги, а также различные старинные экспонаты. В рамках нашего сегодняшнего мероприятия также проводится выставка, которая называется «От иглы до механической машины». То есть перед вами здесь представлены различные предметы быта, членные машинки. Из них это восемь штук ножные машинки и семь штук ручные машинки. Самая старая из которых является машинка «Зингер» 19 века выпуска. Такая акция проводится уже третий раз. Каждый хочет оставить частичку своей истории в музее. И с каждым годом подарков становится больше. На представленной выставке было около 20 экспонатов, подаренных горожанами. Осель Сазымбаева, Ажара Гибаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Развитие и перспективы перинатальной диагностики обсудили в Караганде. В родильном доме проходит цикл обучающих программ, на которых с карагандинскими медиками делятся опытом по перинатальному уходу зароженицами. В качестве преподавателя приглашены ведущие специалисты из Вильнюса. В рамках курса повышения квалификации врачей были затронуты такие темы, как диагностика во время беременности, значение ультрасонографического исследования в оценке анатомии плода и многое другое. Подчеркнуто особое значение перинатального скрининга. Большое внимание уделено обсуждению стандартов исполнения ультразвукового исследования. Целью данного обучения врачей является повышение качества оказания медицинских услуг, что в свою очередь снизит показатели материнской и младенческой смертности. В рамках курса были обучены врачи-акушерогинекологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Мы всю эту неделю делимся опытом по перинатальному уходу за роженицами. С анестезиологической стороны мы изучаем алгоритмы, рекомендации европейские, мировые стандарты. Делимся опытом. Организаторы семинара выразили уверенность, что такие тренинги будут чрезвычайно полезны для практикующих медиков Карагандинской области. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Победа в обмен на встречу с легендами футбола. Воспитанники детских домов области встретились на поле, чтобы выяснить, кого по праву можно назвать сильнейшей командой области. Боролись не за кубок и не за денежный приз, а за поездку в Англию в гости в клубу Челси. Играть, как и Дэн Азар. Судя по всему, такая задача стояла перед каждым участником чемпионата. Дружба дружбой, но соревновательный дух обязывает быть лучшими. Эмоциям позавидовали бы даже на большом стадионе. Атмосфера наколена до предела. Ведь на поле стадиона «Шахтер» стартовал отборочный тур чемпионата среди пяти команд воспитанников детских домов на встречу мечте. Организаторами состязаний выступил благотворительный фонд «Бауржан», который проводит такую благотворительную работу не первый год. Сам же турнир проводится при поддержке партии «Нур-Отан», Комитета по защите прав детей Министерства образования и Федерации футбола Казахстана. Сегодня у нас проходит областной этап конкурса, республиканского конкурса «На пути к мечте». Это футбольный турнир среди детей, воспитанников детских домов. Турнир проводится пятый раз в нашей стране. Главным призом, главным стимулом этого спортивного мероприятия является поездка в город Лондон, Великобритания, футбольный клуб «Челси». Знакомство в Академии «Челси». Вкус победы важен для каждого участника турнира. С их спортивными познаниями это вполне объяснимо. Среди таких словамир Гарма. Его команда из Симмертау на таком турнире участвует впервые. Но игроки твердо заявляют о своей хорошей подготовке и желании победить. Если мы выиграем, то если поедем в Алглию, в «Челси», то буду рад. Буду продолжать играть. Также выигрывать тоже, продолжать. Ну, понравится мне. Нравится. Ну, я устроил хорошо, устроили. Буду продолжать играть, выигрывать. И что, поехать в Англию. Ну, это моя мечта. Попасть в Англию, в «Челси». Ну, команда любимая. Мне нравится. С таким желанием побеждать будет неудивительно, если ребята все же встретятся с теми, на кого равняются. А пока не будут бороться за право встретиться с любимыми игроками. Сначала на областном уровне, а после на республиканском. Стоит отметить, карагандинская сборная «Таншулпан» становилась победителем такого республиканского турнира. И съездила в Мюнхен, где познакомилась с футболистами клуба «Бавария». Это все, о чем хотели рассказать наши корреспонденты. Если у вас есть интересные новости, звоните на номер 420649. Аман Саупов, Устар. Аман Саупов, Устар.